Илья, вот скажи, пожалуйста, можешь ли ты себе поставить цель, например, выучить иностранный язык и выполнить свою цель? Конечно, могу, Валя. То есть ты можешь все? Безусловно. Все потому, что ты, наверное, смотришь нашу зарядку для успеха и учишься у нашего тренера? Да, ты знаешь, Ольга Полищук в последнее время кардинально изменила свою жизнь. У меня повысилась самооценка, я как-то стал себя чувствовать лучше. Ну что же, смотрим и равняемся на Илью. Самое доброе утро. Меня зовут Ольга Полищук. Сегодня пятница, а значит, пришла пора подводить итоги рабочей запланированной недели. Очень хорошо, если в процессе выполнения дел вы отмечали этот факт, например, ставили галочку, что дело выполнено. Это здорово мотивирует. Посмотрите на свой план и определитесь, с чем вы справились, а с чем нет. Проанализируйте все трудности и барьеры, с которыми вы столкнулись на пути. Подумайте, что же вы не учли, а также какой урок вы вынесли для себя на будущее. Соберите все несделанные дела и примите решения о переносах и перепоручениях. Не оставляйте нерешенные дела, потому что они словно камни тянут нас вниз и оставляют неприятный осадок. Проанализируйте удачно сделанные дела. Если план, в общем-то, удался, обязательно себя чем-то побалуйте. Кто-то любит сладкое, а кто-то хочет заслуженного отдыха. В любом случае, мотивация – важный элемент в любом деле. Решите, насколько вы реально загружены. Со временем вы поймете, что времени остается все больше и больше. И тогда планируйте и спорт, о котором вы давно мечтали, и обучение языку, и чтению, и общению с любимыми людьми. Отслеживайте, насколько вы продвинулись к своим настоящим целям. В общем-то, планы для этого и нужны. Если вы к своим целям не двигаетесь, может быть, пора что-то поменять? Отследите любые закономерности. Посмотрите, какие часы наиболее интенсивные или подходят для какой-то определенной работы. Например, я заметила, что звонить и не получать отказов у меня лучше получается во второй половине дня. А утром прекрасно проходят совещания. Планируйте и достигайте своих целей. И обязательно подводите итоги, потому что без выводов и анализа двигаться дальше невозможно. Иначе ваш путь может оказаться длинным, как у красной шапочки. И тогда какой-нибудь серый волк вас обязательно опередит. И пусть сегодняшний день будет для вас насыщенным, результативным и очень радостным.